На заседание круглого стола сочинские депутаты пригласили представителей администрации, коммунальщиков и руководителей ТОСов. Обсуждали сразу несколько тем. Первый вопрос – тарифы на услуги ЖКХ. Причем депутатов интересовал не их рост. Говорили о том, кто тарифы должен устанавливать. Кто должен устанавливать тарифы на коммунальные службы? Вот сейчас их в основном передали в край, а мы считаем, наверное, что лучше это делать на месте. Потому что раз мы отвечаем перед нашим населением, перед нашими избирателями и сочинцами, то, наверное, мы должны это и делать. Нормативы потребления воды и газа – еще один вопрос, который обсудили в ходе работы круглого стола. Депутаты предлагают сделать нормативы искусственно завышенными. Только так можно стимулировать потребителей на установку индивидуальных приборов учета, а значит добиться оплаты фактически потребленных ресурсов. И коммунальщики, и представители администрации, и ТОСов идею депутатов поддержали. Зашла речь о ремонте домов. Фасады и кровлю в многоэтажках почти по всему городу уже отремонтировали. Но на ремонт инженерной инфраструктуры денег у муниципалитета просто нет. И с такой проблемой сталкивается не только Сочи. Мы пытались через управляющие компании провести эту работу, чтобы управляющие компании обеспечили финансирование данных мероприятий. Но, к сожалению, не достаточные средства. Накопительный фонд данной организации не позволяет сегодня сделать это за счет средств собственных жилопровещений. Решить вопрос поможет только госпрограмма, считают депутаты. Поговорили и о развитии санаторно-курортной отрасли. Как отмечают народные избранники, сроки установления тарифов и прибыль гостиницы пансионатов напрямую зависят друг от друга. И предложили менять тарифы только один раз в год, в январе. Для того, чтобы цены на путевки в течение сезона не менялись. Ведь в их стоимость закладывается и оплата услуг ЖКХ. Все эти предложения сочинские депутаты озвучат на съезде муниципалитетов, который пройдет осенью в Москве.